Дорогие друзья, еще раз приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да, будьте благословены. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать о том, что мы должны подумать очень серьезно о том, что я сейчас скажу. Мы являемся христианами не по убеждению, не по рождению, мы не унаследовали это от родителей или, знаете, от страны, в которой мы живем. Мы стали христианами с того момента, когда Христос вошел в нашу жизнь. И если я являюсь верующим человеком, я верю в существование Бога, но Христос во мне не живет, я не являюсь Его детем. Я не хочу вас как бы стараться беспокоить или тревожить вас, но я хочу сказать вам правду, что вы не являетесь детем Божиим, если вы просто верите в Бога. Если Христа не живет в вас. Мы стали христианами не с того момента, когда мы пришли к логическому заключению, что кто-то должен быть. Нет. Мы стали в тот момент христианами, когда мы сказали, Господи, прости все мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Войди в мое сердце. Вот когда произошла смена власти. Вот когда тьма ушла. Как Библия говорит, что Бог перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому, если вы верите, но вы просто верите в существование, я вам скажу, что я тоже был на этом месте. Я был рожденный с детства в христианской семье. И с детства я молился. Я не верю, что мои сверстники молились. Они, никто из них не молился. Мы молились каждый вечер. С семьей вставали. Но я лично Бога не знал. Не было призыва. Не было именно того момента, когда я впустил Иисуса Христа в свое сердце. Поэтому, если вы еще не сделали, и вы чувствуете что-то в вашей жизни не так, вы еще сомневаетесь. Или вы, наоборот, слишком самоуверены в том, что вы верующий человек, и все в порядке. Но знайте, что если Христа не живет, если этой личности не живет в вас, то вы не являетесь дитем Божьим. Вы не являетесь христианином, просто потому, что вы верите в Бога. Иисус пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли, Бог дал власть называться и быть детьми Божьими. Те, которые приняли. Те, которые приняли Иисуса Христа. Вот те, те родились от Бога. Итак, тема проповеди будет называться «Духовные ценности». Когда в нашей жизни есть духовные ценности, то мы чувствуем себя целостными. Мы чувствуем себя полноценными. Например, у многих людей, у них нету в жизни духовных ценностей. Они не особо ценят, например, Слово Божие, Библию. Как бы, это книга, которую нельзя трогать, она слишком святая. Или она, например, ну, книга такая, ну, непонятная до конца. Вот. И люди не трогают ее, потому что, ну, как-то не дойти до нее. Вот. Или люди, например, не молятся. Или молятся только, когда нужда. У Бога что-то просить. То это говорит о том, что у человека не воспитаны эти чувства духовных ценностей. У него не воспитаны духовные ценности, не заложены. Поэтому он внутри пустой. Он пустышка. Человек может хорошо выглядеть, человек может быть образованный. Но если он не ценит духовные ценности, он не ценит Слово Божие, он не ценит молитву, он не ценит церковь, он не ценит Бога, в конце концов, с чего мы начинаем. Он не ищет Его, он не любит Его. Тогда у него есть другие ценности. Человек создан, троичен. У человека, человек разделен на три части. И они все находятся в одном человеке, в одном теле. Это дух, душа и тело. Когда одна из сфер не восполнена, у человека нету полноты. Когда одна из сфер не восполнена, то есть должно быть восполнено три сферы. Духовная сфера, душевная и физическая. И Бог, Он сделал приоритетом, сделал духовную сферу. Он сделал ее приоритетом. Иисус сказал в Матфея 22, 37. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Это первая и самая наибольшая заповедь. Этими словами Иисус показал, что все человечество согрешило именно в этой заповеди. В самом главном. Вот когда человек говорит, помолитесь за меня, я не чувствую Бога. Помолитесь, в моей жизни столько проблем. Мне хочется сказать, дать рецепт человеку. Послушай, проверь. Может быть в первой заповеди ты уже стал нарушителем. Может ты перестал просто алкать и жаждать Бога. Ты перестал его любить. Ты сыт чем-то другим. И когда тебе говорят о духовном, тебя это как бы не вставляет, не возбуждает тебя. Послушайте, когда мы голодные и мы чувствуем где-то запах, а еще, не дай Бог, гриль делают или шашлычки, мы такие, как жалко, что я не рядом с этими шашлычками. Понимаете, ты чувствуешь, что для тебя это как бы приоритет в данный момент. Вы знаете, духовные люди, в которых живет Христос, им так же тянет, их тянет, понимаете, туда, где Бог. Например, они всегда готовы задать вопрос, знаете, у духовного человека, потому что им хочется развиваться. Они у Бога задают вопросы. Они ищут Бога как могут, как знают, потому что их туда тянет. Послушайте, многих людей к Богу не тянет. Не тянет. Мы тянем и в церковь тянем, и на молитву тянем, и на небо тянем, и в восхищение их тянем, и говорим, послушай, тебе надо восхититься. Мы тянем людей, а их-то не тянет. Получается, что мы делаем напрасную работу. Их сердце не находится, то есть ценностей духовных не находятся в их сердце. Поэтому все человечество согрешило именно в этой заповеди. И вначале это вообще не было заповедью. Это так был сотворен человек, любить Бога. Знаете, любить это означает отдавать и принимать. Вот это означает любить. Когда ты отдаешь. Вот в общении, знаете, когда люди общаются, они отдают и принимают. Они говорят, а потом слушают. Говорят, а потом слушают. Говорят, а потом слушают. Знаете, когда два человека, знаете, у них общая тема. Они хорошие собеседники, единомышленники. Они, знаете, они с уважением друг к другу относятся. С уважением это означает, не только я говорю, а вы слушаете. То есть я говорю, человек с уважением слушает меня. А потом он говорит, я с уважением, я внимательно слушаю, что он мне говорит. Я пытаюсь услышать, я пытаюсь войти в его ситуацию. Я пытаюсь понять, где он находится, что с ним происходит. Вот, если это какая-то радость, которую он мне делится, рассказывает, то я вместе с ним радуюсь, я смеюсь прямо вместе с ним. Понимаете, если это печаль, мне прям плакать хочется с ним. Знаете, любовь, она здесь зародилась. Она зародилась в общении. Когда Бог приходил к первому человеку и имел общение с ним. И вот это потеряли люди. Они потеряли Бога первым. То есть когда, знаете, Ева с Адамом, да, это не просто было какое-то там страшное убийство произошло. Это было, знаете, игнорирование Бога. Игнорирование духовных цен. Ведь Бог конкретно сказал, не надо так делать. И им было все четко, предельно ясно. И они осознанно, предельно нарушили все, что сказал Бог. Они проигнорировали Бога. Когда мы, когда в нашей жизни нет духовных ценностей, мы игнорируем Бога. Мы игнорируем свое счастье. Мы игнорируем свою радость, свою победу, свою счастливую жизнь. Потому что именно в духовных ценностях заложена основа для нашей и души, и тела. Именно дух приоритет. Именно там был приоритет. Вначале было слово. И слово было Богом. И слово стало плотью. Было Богом. Стало плотью. Вначале дух, потом душа, потом тело. К сожалению, для многих духовное не является ценностью. А значит, весь потенциал, который в них есть, будет направлен на физическое. И вот здесь рождается идолопоклонство. Послушайте, никто не родился идолопоклонником. Никто. Идолопоклонство – это приобретенное состояние. Это приобретенный грех. Ни один ребенок, он не рождается идолопоклонником. Но если он не привязан к духовным вещам, к духовной дисциплине, тогда все будет нарушено в его жизни. Все будет нарушено и принесет ущерб. Когда человек своей силы, фокус, всю энергию отдает, чтобы искать Бога и заниматься духовными вещами, молиться, читать Библию, прославлять Бога, общаться с верующими, знаете, проповедовать Евангелие, делать, исполнять волю Божию. Послушайте, многие христиане, они не то, что не исполняют волю Божию, они даже не знают, что такое надо делать. Послушайте, что Иисус говорит. В Матфея 7 глава там говорится, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть, если вы еще верующий, вы говорите, Господи, Господи, это не доказательство того, что вы попадете на небеса. Иисус говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Ах, вот оно что! Так получается, если я просто верующий. Знаете, как многие сегодня проповедуют? Ты просто верь, Бог тебя любит, Бог от тебя безумат. Конечно, но это только часть правды. А Иисус конкретно сказал, что верующие, которые, Господи, Господи, говорят, знаете, но не исполняют волю Божью. Они не живут. Их жизнь не привита к церкви, не привита к духовным вещам. Такие люди не будут в Божьем Царстве. И мне печально. И сегодня время измениться. Сегодня время услышать. И сегодня время измениться. А когда же еще? Послушайте, я хочу заявление сделать небольшое. Я здесь стою много лет. Ну, не так много, но стою. И моя цель – говорить каждому человеку. И я убежден, что много из вас, кто слышит Слово Божие, послание через мою жизнь, через нашу церковь. Я знаю, что вы не призваны стоять здесь. Вы не призваны сидеть здесь. Вы не призваны быть частью церкви. Но я абсолютно убежден, что вы призваны встретиться с истиной. Абсолютно убежден, что вы призваны встретиться с истиной. И истина должна вас освободить. Истина должна победить вас. Когда Иаков боролся с Богом, Бог победил Иакова. Послушайте, но Иаков не боролся три секунды, Иаков боролся всю ночь. Он не хотел сдаваться. Были вещи, которые он не хотел оставлять. И тогда Бог пошел уже на серьезные приемы. Послушайте, наша жизнь может выглядеть как борьба. Мы боремся с Богом, мы чего-то не хотим оставлять, мы не хотим куда-то идти, мы не хотим что-то делать. Послушайте, если мы следуем за Христом, как Иисус сказал, следуй за Мною, то нам придется что-то оставить. Мы не можем жить той жизнью, о которой мы себе намечтали, и исполнять волю и боль. Не можем. Послушайте, это не говорит, что та жизнь, которая по воле Божьей, она страшная. Она словно тюрьма, словно монастырь. Нет. Но она отличается от тех планов, которые вы себе настроили. Послушайте, Петр хотел ловить рыбу. Он ловил со своим отцом и с братом. И вдруг Иисус идет и говорит, ты следуй за Мною. Написано. Что написано? Они тотчас оставив сети. Тотчас оставив сети. Сколько у них было времени для размышления? Да нисколько. Однако твое сердце тебе сразу скажет, ты хочешь быть с Иисусом или нет. И если сердце говорит, слушай, ну если человек мнется, слушай, Иисусу это не надо. Что больше всего огорчает Иисуса? Вы хотите знать? Что больше всего огорчает Бога, огорчает Святого Духа, огорчает Отца? Это то, что Бог в нашей жизни на втором или на третьем месте. Он никогда не является на первом месте. Он никогда не является приоритетом для нас. Я говорю, если мы используем молитву только для того, чтобы что-то просить. Для себя. Если мы используем Слово Божие, просто-просто прочитать, чтобы знать. Но мы не используем Слово Божие, чтобы жить по нему. Вот это сложно. Вот это очень сложно. Но от этого идет счастье. Давайте не забудем, что только что было сказано, что именно в духовном сокрыто счастье и восполнение всякой нужды в душевном и физическом. Итак, многие люди, для них ценности духовные не являются ценностями. Они как бы считают, да, это правильно. Это правильно молиться. Но они не приходят на молитву. Они находят массу извинений, говорят, я не могу приходить на молитву, потому что у меня там то, у меня там другое. Хорошо. Допустим, я вас понимаю. Давайте возьмем другую сферу, работу. Хоть раз вы могли так сказать? Слушайте, я не могу прийти до работы, потому что у меня вот это, вот то и все. Те же самые причины назовите, только к работе. Не-не-не, работу ты не трогай. Работа. Это ты что? Это не касайся. Подожди. Ты же верующий человек. Я же с верующим человеком разговариваю. Не-не-не, это не касайся. Это важно. Это приоритет в моей жизни. Так кто же спорит, что не надо работать? Работать надо. И плюс, не просто надо работать, надо хорошо работать. И Библия призывает нас, когда вы работаете, то делайте это как для Господа даже. Не за вашу зарплату, которую вам платят, а еще выше качество делайте. Но разве Библия призывает нас, чтобы работу мы ставили на первое место? Нет. Нет. Если мы ставим работу на первое место, мы являемся идолопоклонниками. В какой момент я становлюсь идолопоклонником? Когда духовные ценности уходят в сторону, то у меня остается выбор душа и тело. И я начинаю заниматься этими. То есть, это становится духовное второстепенным. Я говорю так. Если у меня будет желание, если все звезды сойдутся, если все будет замечательно, если у меня вдруг появится свободное время от моих хобби, от моих шмоби, от шопингов, от всяких гостей, тогда я вдруг приду на молитву. Или у меня будет там куча проблем, беда, опять 25, тогда я приду. И вот я вам говорю, я вам точно говорю, от чего Господу печально. От того, что Он находится не на первом месте, а на третьем, на десятом, я не знаю, на двадцатом, на сотом. Как бы имеют в виду, знаете, неподалеку, но Он не является ценностью, Он не является приоритетом. И здесь рушится вся наша жизнь. Мы не понимаем в этот момент, что мы строим свою жизнь, но уже без основания. Мы строим свою жизнь, мы улучшаем ее, мы повышаем свою зарплату, мы покупаем качественные вещи, мы стали больше покупать, лучше продукты стали покупать. Ездим, отдыхаем везде. Кто ж против-то? Отдыхать не работать. Но слушайте, когда проверяешь, щупаешь, щупаешь, да, фундамент, а его нету. Ты просто берешь духовными руками, человека пощупал, а у него нету этого фундамента. Он верующий, он говорит, мы с вами, мы там все нормально. Но ты понимаешь, что брат или сестра, тебя ждет катастрофа. Я не просто говорю только о плохих новостях, послушайте, но если я вижу, что человек пренебрегает духовными ценностями, я говорю, тебя ждет крах. Почему меня ждет крах? Потому что придет ветер, придет дождь, разольются реки и обязательно проверят тот дом на прочность. Знаете, мир сегодня занят зарабатыванием денег. И второе, это тратением денег. Всевозможными удовольствиями, всевозможными путешествиями и так далее, и тому подобное. Что, мы против этого? Нет, мы не против этого. Мы тоже и зарабатываем деньги, и тратим их, и отдыхаем, и нам тоже нравится отдыхать, как всем нормальным людям. Но это не является приоритетом. По крайней мере, мы разворачиваем это для себя и говорим, мне стыдно, что я стал смотреть в эту сторону. Мне стыдно. Я нахожу всегда извинения, когда связано с духовным, но я никогда не нахожу извинения, когда связано с моей работой или с чем-то еще. Там я никогда не говорю, извините, но всегда говорю, извините там. Послушай, вот с извинением ты можешь остаться на всю вечность. Колоссянам 3 глава, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Посмотрите, когда у человека нет духовных ценностей, Иисус не является приоритетом, церковь, не является приоритетом, тогда весь потенциал в человеке, вот он будет, знаете, его тратить и расходовать не на поиск Бога, а на поиск удовольствий, греховных. Посмотрите, что здесь сказано. Блуд, нечистота, всякая распущенность, извращение, страсть, это ненасытимое, злая похоть и любостяжание. Что такое любостяжание? Это любовь к материальным вещам. Человек любит материальные вещи, а это грех. Любить материальные вещи это грех. Почему? Потому что любовь, она создана для Бога и для человека. Любим Бога и любим человека. Материальные вещи нам могут нравиться. Мы любим, нам нравятся, к сожалению, в русском языке мы тоже говорим любим Бога и любим, например, машину. Но если задумываться, то мы должны переосмыслить. Например, мы говорим, нам нравится машина, мне нравится, но это не является идолом. Мне нравится одежда красивая, но это не является идолом. Потому что я не ищу это, во-первых, изменить. Представьте, какую боль пережил Лот. Он тогда еще был неправ, когда слуги спорили. Он тогда еще любил материальное. Его целью было материальное. И когда он увидел, о, земля похожа на сад Едемский, и пошел туда. Уже это был зародыш греха, разврата. Он потерял все. Он потерял все, но хотя бы был спасен. В день, почему я это прочитал? Что большинство христиан также сегодня заняты. В связи с вирусом многие люди перестали ходить в церковь. Они смотрят, но ты уже тогда зритель. Если ты смотришь, ты уже не игрок, ты уже зритель. А зрители ничего не получают. Они просто издалека смотрят. Они не являются участниками. Давайте мы поднимемся. Иисус сказал, вот так будет. Вот когда Сын Человеческий придет, когда будет восхищение. Вот так это будет. И если мы не искали Господа, и если мы просто жили, роскошествовали, думали только о земном, то мы будем той женой Лота, которой все потеряем. Все потеряем. Представьте, потерять все, не что-то потерять, не большую часть потерять, а все потерять. Вы хотите сегодня изменить свою жизнь? Я думаю, что каждому из нас надо заглянуть в свою жизнь и начать рыдать. Мало кто из нас может сказать, я исполняю волю Божью, я стараюсь, я живу. Многие из нас не знают, что это даже такое. Они не слышат голос Божий, но по своим убеждениям они считают, что они христиане. Если ты однажды принял Христа 30 лет назад, то может быть ты сегодня уже давно не христианин, может быть ты отступник, может быть ты отступник, и тебе надо покаяться, тебе надо вернуться. В чем надо покаяться, и в чем надо вернуться обратно? В том, что мы потеряли Господа из вида, мы перестали мечтать о Нем, Он перестал быть нашей ценностью. Мы говорим извините всегда всем, но никогда не скажем извините своим любимым вещам. Никогда. Мы Господу говорим извините. Притча говорит, он пригласил на пир, он сделал большое угощение, и сказал, идите пригласить из ванных. И один говорил, ой, извини, а другой говорит ту же песню извини. И третий, не сговариваясь, тоже говорит, извини. И тогда Библия говорит, извини, лот, но это то, что ты выбрал. Тебя никто не судит, ты пожинаешь то, что ты посеял. Ты сейчас сеешь свою жизнь. Каждый день твои мысли, твои слова, твой выбор, твои решения, это посев. Что ты будешь потом пожинать, если ты сеешь сейчас и делаешь все без Бога? Вспоминайте жену лота. Иисус сказал это с печальным сердцем, потому что этот человек никогда не искал Бога, и его сердце оказалось там. Там. Не там, на гору спасайтесь. Голгофа это наше спасение. Крест Христа а там, где большинство. Сегодня люди идут за людьми. Если идут туда люди, я иду. Если туда люди не идут, а идут какие-то дурачки, извиняюсь за выражение, то я туда не иду. А почему ты туда не идешь? Да потому что там три человека и они и то странные. Да? Странный ты, кто так говоришь, и время еще может все изменить. Ты можешь все потерять, что ты накопил. А для тебя это ценно. И хуже наказания для тебя быть не может. Но так и будет. Ты все потеряешь. А что будет с теми верующими, которые тоже там скажем, ну мы же все там люди откладывают там все тоже покупают как-то что-то где-то послушайте в день, когда мы все потеряем, то мы обретем Христа. То, что мы потеряем, это мусор. Мы потеряем мусор. То, что для людей приоритет, для нас это мусор. Павел говорит, что для меня было тем самым главным в жизни, то ради Христа оказался мусор. Это мусор. я этот мусор подмел и выбросил в помойку. И когда мы видим, что в то же самое время живет другой человек, еще более богатый, более известный, но в его жизни приоритет это Бог, то мы говорим, вот кем я хочу быть. Я хочу быть как Авраам. Аллилуйя! И Авраам не был бедный, он ни в чем не нуждался. И самое главное, он был с Богом. Поэтому, братья, сестры, как говорится, раньше мы говорили весна на носу, а сейчас мы говорим восхищение на носу. Это будет самый обычный день, когда люди покупали и продавали. Когда придет Антихрист, уже часть людей будет только покупать. Те, которые не согласились принять систему Антихриста, они не смогут не покупать. Поэтому это время будет до великой скорби, до Антихриста церковь возьмется, и тогда Антихрист придет в своей ярости и в полной свободе, полной, полной, тотальной свободой ему будет она. А верующих уже здесь не будет, не будет. А где они будут? Они будут уже с Господом на небесах в брачном празднике. А что они потеряли? То, что они потеряли, это ничего. Мы ничего, для нас ценностей нету. Конечно, нам и деньги нужны, они необходимы, и какие-то моменты, вещи, но когда мы приобретаем Христа, когда мы уходим на небеса, в сравнении с небесами, это мусор. Пожалуйста, братья и сестры, не меняйте Христа на мусор. Не меняйте Христа шило на мыло, не меняйте. Продолжайте. Те люди, которые идут за Христом, даже где меньшинство, идите, продолжайте. Вы видите в физическом мире другое, а Бог вам показывает вот так, что должно быть. Продолжайте верить, потому что вот вы и названы детьми Авраама, потому что вы верите в невозможное. В невозможное! Весь мир живет по-другому, а вы какой-то странный верующий. А почему странный? А потому что ты Бога любишь. Так это наоборот нормальный верующий, который от Бога без ума, который восхищается, который сделал приоритетом для себя и для своей жизни Иисуса Христа. Будьте благосоверны. Давайте сейчас будем молиться.